Первый вопрос о подростковой преступности отмечалось, что количественно по итогам прошлого года она снизилась на 27%. За пять месяцев нынешнего года эта тенденция сохраняется. Сейчас на учете в полиции состоит 137 ребят, что примерно соответствует прошлогодним показателям. Одновременно с этим увеличилось число групповых правонарушений, что вызывает серьезную озабоченность. Тем более, что подростки действовали вместе со взрослыми. Если говорить о пяти месяцах этого года, то анализ состояния подростковой преступности в принципе остался на уровне прошлого года. Можно сказать, что это не значительно снизилось с шести до пяти преступлений. Но, значит, если в прошлом году у групповых преступлений было четыре, и все они по территории городского Куфлязина, то вот по территории городского Куфлязина в этом году из пяти преступлений три совершены в составе группы. В том числе два преступления в составе смешанной группы, то есть в группе со взрослым лицом. На комиссии обсуждались меры по профилактической работе с трудными подростками. Важной составляющей может стать прикрепление к ним наставников из среды спортсменов, а также специалистов, которые способны увлечь несовершеннолетних интересным и полезным делом. Члены комиссии также заслушали общий, объединяющий все категории преступлений, отчет о криминогенной обстановке на территории округа за пять текущих месяцев. Отмечалось, что в целом ситуация находится под контролем. Количество преступлений остается на уровне такого же периода прошлого года. Единственное, по одной из позиций произошел подъем по особо тяжким преступлениям, причем при употреблении алкоголя. У нас резко возросло также изделие и от применения алкоголя возросло количество возрешенных убийств с трех до десяти. На комиссии предлагалось, чтобы улучшить раскрываемость преступлений, вести разъяснительную работу с жителями, призвать их результативнее помогать органам правопорядка, а также активизировать установку видеокамер во дворах. На комиссии также был рассмотрен вопрос о реализации приоритетного проекта в нашем регионе, который называется «100 участковых пунктов полиции». Чтобы в числе этой сотни появились и адреса из нашего округа, требуются дополнительные усилия. В наибольшей степени это касается руководства Загорянского, Гребневского и Трубинского территориальных образований. Одновременно с этим есть и положительные сдвиги. В Монине на авиационной улице сделан ремонт в помещении для участковых уполномоченных. До конца этого года появятся опорные пункты на Жигаловской, 29, и в здании, которое принадлежит жилищному кооперативу «Солнечная долина» на Фряновском шоссе. Мы сейчас эти проблемные вопросы еще раз обозначили. Я думаю, что кардинально в этот период, еще у нас лето 2,5 месяца, будем решать эффективно. И постараться все-таки минимизировать эти правонарушения именно по несовершеннолетним. Ну и вообще развитие безопасного региона и все прочее, оно подразумевает уменьшение вообще криминогенной обстановки в городском округе Щелково. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания Щелково.